Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Какие работы проводятся в Самаре после завершения месячника по благоустройству? Где будут отремонтированы дороги в ближайшее время? Как идет подготовка городских пляжей к началу сезона? В нашей студии заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии, руководитель управления благоустройством администрации городского круга Самары Виктор Нинашев. Виктор Евгеньевич, здравствуйте. Спасибо, что нашли время, пришли в нашу студию. Здравствуйте. Ну и давайте для начала начнем с благоустройства. Вот завершился месячник. Как вы оцениваете его итоги? Какие работы проводятся в Самаре после завершения месячника? Ну, месячник, в принципе, прошел планово. Итоговые результаты превысили, по крайней мере, наши ожидания, хоть ненамного, но превысили мы при ожиданиях порядка 390 тысяч человек участников. Фактически у нас приняло участие более 400 тысяч. То есть люди достаточно активно принимали участие, особенно во второй половине месячника, когда установилась теплая погода, и, как говорится, более комфортно были условия для проведения уборки городских территорий. Ну, месячник завершен. Основной, так говорится, территорий общественных пространств, уличной дорожной сети, дворовых территорий, большей частью уже, как говорится, видимые территории убраны. Ну, и сейчас в плановом порядке уже все предприятия перенацелились на работу по летней технологии уборки. То есть это в основном идет уже работа помойки покрытий, обеспыливания, подметания вакуума, подметальные машины. Ну, и, как обычно, это подбор мусора, который все равно появляется у нас на всех элементах. А вот, кстати, если говорить об итогах месячника по благоустройству, вот все работы завершены, ну, потому что, на мой взгляд, вот, как бы, окончательное, полное окончание, завершение работы, это когда увезли последний мешок с мусором. Вот как вот сейчас вот с этим обстоит дело? Потому что там тоже, как бы, ну, не такой простой, на самом деле, процесс. Ну, говорить, что город очищен весь, было бы неправильно. То есть произведена очистка практически всех общественных пространств. Это скверы, парки, бульвары, набережные, далее. Большую часть дворовых территорий, непосредственно, где живут люди, где они проводят свой досуг с детьми, там, в свободное время. Вот, элементы уличной дорожной сети, это дороги. Есть еще, так называемые, незакрепленные территории, то есть это пустыри различные. Работы там продолжаются до сих пор, то есть они продолжаются практически круглогодично. Потому что даже место, где проведена уборка, к сожалению, мы не застрахованы, что через пару дней там не появится куча мусора свалка. То есть, к сожалению, такие факты у нас есть. – Ну, к сожалению, да, это здесь как бы отдельная такая работа. Эта работа не для департамента благоустройства и городского хозяйства, экологии. То есть здесь вот понятно, что это должны заниматься, ну, к сожалению, это вопрос воспитания. – Но координация работы в уборке – это возложено на департамент. – Да, это я с вами согласен. Хотя лично я вот все-таки сторонник вот той идеи, что чисто, скажем так, не только там, где убирают, но там, где еще стараются меньше сорить, ну, или хотя бы делать это, ну, в отведенных местах. Потому что, ну, можно испортить любую территорию. А, кстати, вот что касается мойки улиц, вы начали говорить, а как этот процесс организован, как он проводится, вот, что будет новым, может быть, в этом году? – Ну, в принципе, это технология отработана. Предварительно то, что производилось в Меечнике, сейчас дорабатывается, это ручной сбор зимних накоплений, который сформировался в прилотковой зоне при бортовой зоне. Вот, то есть после того, как его собрали вручную и вывезли, выпускаются на улицу поливомоечные машины. Это либо обычные поливомоечные машины, у которых брансбольная струя прибивает, сбивает дальше пыль, грязь, которая сформировалась на дороге, которая в дальнейшем уходит в взвесе водяная, в сети ливневой канализации. – Ну, вот отдельная еще такая история, важная весьма, это работа пылесоса. Потому что понятно, что зимой дороги обрабатываются песчано-соляной смесью, и понятно, что все это остается, понятно, что все, наверное, собрать невозможно, как бы вот не хотелось. Вот эта работа как-то ведется? – Да, ведется. В городе работает более 20 вакуум-пульментальных машин. Но хотел бы отметить, что пыль на дорогах не всегда связана с тем, что зимой мы используем определенные материалы. Потому что, к сожалению, климатические у нас нормы такие в регионах, что у нас достаточно эффективно идет эрозия почвы, и она выветривается. И достаточно большое количество открытых земельных участков, которые есть и в городе, и за городом, приводит к тому, что идет запыление, пыль в любом случае оседает на дороге. И это заметно, например, пару дней посмотреть, и уже будет видно, что оседает слой пыли. С этим работают именно, борются с этими вакуум-пульментальные машины, которые идут по покрытиям, как тротуары в проезжей части, с предварительным смачиванием, собирают эту пыль. – Ну, я согласен насчет климата. Почему? Потому что у нас еще есть такое явление, как песчаные бури, которые каждый автолюбитель, например, видел на своей машине. То есть, когда ты утром встаешь, и там какая-то дождь, и одновременно буря, и у тебя машина, ну, прям покрыта тонким слоем такой пыли. То есть, это, да, тут рядом Казахстан и так далее. Здесь, в общем-то, есть откуда. – Ну, в степи рядом. – Да. И здесь вот как раз поэтому я и заговорил как раз о пылесосах, потому что, ну, без них просто не обойтись вот в этой ситуации. Без них не обойтись. Вот еще один важный момент – это подготовка городских пляжей. Это в городе важно, это в городе, ну, как бы отдельно… Пляж – это вообще отдельная культура, это такая субкультура, это то, чем мы гордимся. Как идет эта работа? Понятно, что еще до начала пляжного сезона времени достаточно много, но, собственно, и работы, наверное, тоже много предстоит. – А работа по пляжам уже начата, и первый этап, который проводился, это до начала паводка. То есть, в начале апреля был… По всем территориям пляжа было собрано мусор, который там соревновался за зиму. Значит, сейчас мы ждем спада воды. В настоящий момент уровень порядка 30 метров. То есть, мы ожидаем, когда отметка будет ниже 29, то есть, будет повторный сбор мусора. Начало завоза свежего песка на нашей пляже. Их 9 штук, как традиционно у нас есть. Соответственно, после этого будут проведены работы по планировке этого песка, проверке дна реки Волги, определение мест для купания детей, выявление подводных каких-то объектов, которые могут угрожать очистке этой территории и расстановке пляжного оборудования. И, как планируем, что к 15 июня наши пляжи заработают и в полном объеме для приема граждан. – Ну, то есть осталось, собственно… Ну, и дальше это, как говорится, пробы воды, которые мы будем брать раз в 10 дней. И в случае, надеюсь, что если пробы не являются отрицательными, то есть, допуск людей к купанию, но в случае выявления распотребнодзома каких-нибудь инфекций и так далее, это хоть и пляжи открыты, но в любом случае на спасательных постах будут вывешены предупреждения в виде черных шаров. О, как говорится… – Нерекомендации купания. – Нерекомендации купания, да. – Да, запретить попасть в воду, конечно, мы не можем, но рекомендовать не спускаться в случаях, имеющейся угрозы, мы обязаны. – Ну да, это логично, это правильно. А еще одна важная такая тема – это озеленение города. началось уже давно, я лично наблюдаю это, как житель Самары, я очень люблю гулять в парке молодежной, например, я все это наблюдаю. Какие работы проводятся? – В рамках озеленения и внешнего облика у нас, ну, непосредственно сейчас, работы ведутся, во-первых, это покос травы, которая в период, достаточно длительного теплого периода, который у нас был перед нынешними заморозками, активно росла, вот, ну и начатые работы по высадке цветников на территории города. То есть, если у нас, в принципе, по покосу мы планируем, подлежат покосу эта территория, включая дворовые, парки, скверы, бульвары, то есть общественное пространство, уличная дорожная сеть – это более 2300 гектар, которые косятся постоянно. То есть, в период летнего, по мере того, как вырастает травяная растительность, производится покос. Ну и по поводу цветочного оформления, в рамках установки, высадки однолетних цветов, также размещение вертикальных конструкций с однолетними цветками, то есть у нас на этот год планировано более 41 тысячи квадратных метров цветников сделать, то есть это именно однолетних, которые на грунте, и порядка 1100 – это квадратных метров, это вертикальные конструкции, это украшения города. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет. Я прошу поставить вот тот сюжет, который касается именно покоса травы, потому что тема, на самом деле, интересная, важная. И затем продолжим нашу беседу. Ну вот раз мы как бы заговорили, поговорим о зеленении, о покосе травы. Спасибо. Все как по линеечке. В Самаре начались работы по покосу травы. Аккуратный вид передадут газонам в парках, скверах, бульварах, на набережной и участках уличнодорожной сети, что составляет около 500 гектаров. Работами также охватят территории внутригородских районов. Это примерно 1800 гектаров. Хотя погода, опять же, очень неблагоприятная для культурных растений, но наши дорогие дуванчики, они выдерживают все, растут очень интенсивно, поэтому покос все муниципальные предприятия начали. Газоны начинают стричь, когда высота травы достигает около 20 сантиметров. Скаживают такую растительность до 3-5. Работы выполняются при помощи газонокосилок и бензотриммеров. С мая по октябрь одни и те же территории могут охватывать работами несколько раз. Число покосов будет зависеть от погодных условий. Покос нужен не только для облагораживания территорий, но и для удаления сорняков и аллергенных трав. Жители города отмечают важность такой работы. Это совершенно необходимо для того, чтобы аккуратно выглядели газон, для того, чтобы не развивались эти желтенькие одуванчики, которые очень мусор достаточно опасный для сада, ну и чтобы был опрятный город, конечно. Это значит, город проявляет заботу о людях. После стрижки газона траву собирают и вывозят на полигон для утилизации в течение суток. На совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии было поручено усидеть темпы актуальных работ. Особенно это относится к муниципальным учреждениям внутригородских районов. Качество выполненной работы на участках уличной дорожной сети контролирует МБУ «Дорожное хозяйство» во внутригородских районах соответствующей администрации. Виктор Евгеньевич, частично ответили на этот вопрос, но тем не менее, а еще раз, зачем необходимо вообще косить траву в городе? Потому что многие считают, что растет она и это хорошо. Как отметили, что покоса трава осуществляется в местах общественных пространств, где люди отдыхают. Отдых проводится и на территориях газонов, на травмной растительности. Кроме внешнего вида, должна возможность хотя бы по ней посидеть, на ней отдохнуть. Когда травяная растительность перерастает определенный период, она начинает сплодоносить, становится жестче, и нарушает сама структура газона. Ну и кроме того, в высокой траве, высока вероятность возможности размножения достаточно опасных насекомых. Те же самые комары, клещи, которых мы в свою очередь также обрабатываем все территории. То есть проводится агрецидная обработка, она уже начата. Если говорится о набережной и парке, набережная, она выполнена в полном объеме, то в скверах и бульварах мы еще ведем ее. Также проводится работа и по диротизации, то есть защита от грызунов. А, чтобы мышей не было, проще говоря. И травяной покров, если его не косить, то формируется шапка, которая в период, зимний период, позволяет, по крайней мере, паразитам, тем же самым опасным насекомым и грызунам зимовать. То есть город не предназначен для этого. То есть это все-таки место отдыха и безопасное оно должно быть для граждан. Ну да, это не лес, и здесь вот эта экоструктура, она не нужна, скажем так, она для нас избыточна. Вот, кстати, важный момент, да, то есть я правильно понимаю, что, по сути дела, вот сейчас в ближайшее время обработка от клещей будет закончена всех скверов, парков и так далее. Да, потому что у нас был перерыв, мы начали работать, но с учетом того, что последний период у нас идет достаточно сильный ветра в ветер, то есть постоянные штормовые предупреждения, низкие температуры пока было приостановлено, сейчас возобновляемся с более-менее благоприятными погодными условиями. И там, насколько я знаю, ведь это делается еще и летом, то есть это не только весенняя такая история. Нет, ну весеннее это обязательно, и повторно у нас, да, в летний период проводится. Дерзотизация, то есть от грызунов проводится еще в осенний период. Ну, потому что, как бы, на самом деле, это миф, что клещи, они только вот весной активны, то есть говорят, что на самом деле это как бы то, что может тебя атаковать. Они могут, причем они могут быть не местного происхождения, а в том числе и принесенного. Ну да, да, согласен. Еще один важнейший вопрос. Я предлагаю сейчас посмотреть второй сюжет. Он касается дорог, потому что, ну, вот сейчас наступает, собственно говоря, вот самый сезон работ. Слава богу, холода, вторая волна холодов закончилась. И вот, ну, самое время, собственно говоря, приводить дороги в порядок. Давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу, поговорим о дорогах. Температура свежего асфальта при укладке выше 160 градусов. Устройство нового покрытия проводят на путепроводе, который соединяют улицу Физкультурную и Зубчининовское шоссе. Ремонт выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Шоссе приведут в порядок большими картами свыше 100 погонных метров. За ночь уложили 4000 квадратных метров асфальта. Подрядчики производят работы смесью с повышенной устойчивостью к нагрузкам и температурной стойкостью, как к жаре, так и к холоду. Укладываемая асфальтобетонная смесь поможет нам справиться с этой нагрузкой и оставить дорогу в надлежащем состоянии. Данная смесь является одной из технологичных. Это ШМА-16 ПБВ. Опыт укладки данной асфальтобетонной смеси у нашей компании имеется уже не первый год, поэтому я думаю, что данный участок дороги будет нести хорошее впечатление всем водителям нашего города. Укладку нового асфальта решили начать именно со стороны путепровода, поскольку здесь сильнее износился асфальт. А на основном участке шоссе большую часть неровности удалось исправить уже на этапе фрезерования. В дальнейшем новое покрытие появится на всем протяжении от улицы Физкультурной до аэропортовского шоссе. В нормативное состояние приведут 3,750 км автодороги, включая также развязку под путепроводом. Все работы проходят под контролем Департамента городского хозяйства и экологии и его подведомственного муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». Специалисты проверяют соблюдение всех нормативов. Проверяем ровность, поперечные и продольные уклоны на участках, а также чтобы были установлены смотровые ливневые колодцы в отметку верхнего слоя покрытия. Происходит периодический отбор асфальтобетонных смесей в процессе укладки, которые доставляются в лабораторию «Дорожное хозяйство» для испытаний последующих. Также после завершения укладки покрытия отбираются пробы из асфальтобетонного покрытия уже уложенного, что также проверяем в лаборатории. За ремонтными работами наблюдают и общественники. Жители восточного поселка Кировского района рады, что дорога к ним станет более комфортной. Из-за неровностей на шоссе часто возникали пробки и заторы. Также дорога ведет к большому количеству социальных учреждений, поэтому и пользуется особой популярностью. Виктор Евгеньевич, дороги – это такая важнейшая инфраструктура города, потому что, как я иногда говорю, это скелет города, который позволяет функционировать всему организму. Начался этап ремонта. Давайте расскажем, где уже ремонтируете, в какие сроки, что будет отремонтировано, как будет отремонтировано. Работы по ремонту, устранению отдельных дефектов, они не прекращаются практически круглогодично. Если в зимний период используется литой асфальт и бетон, то с наступлением периода тепла, когда основание дороги прогрелось, и температура окружающего окраса достигла 10 градусов выше, плюс 10 градусов, уже начато был ремонт по работе, по ремонту большими картами, то есть с полным фрезерованием покрытия старого и укладкой нового. Непосредственно сейчас ведутся работы в рамках национального проекта ПКАД по ремонту дорог. То есть в работе находится ряд улиц. Там улица Садовая, улица Куйбышева, там 4-й проезд, как уже говорили, улица Зубчининовское шоссе. Там ремонт будет продолжаться. Также планируется более 20 улиц в этом году отремонтировать именно полностью, большими, по мере поступления работы. То есть это до конца августа месяца работы планируем завершить. Кроме того, в рамках текущего содержания производятся работы по ремонту отдельных участков дорог. Это большие достаточно участки находятся в ремонте. Это улица Клиническая, улица Структурная, а рядышком улица Пятигорская. То есть это достаточно загруженный узел, который обслуживает достаточно много предприятий, которые в том числе задействованы на выборном заказе. И достаточно улицы на этих участках. Высокая интенсивность движения, особенно грузового транспорта. То есть на самом деле вот сейчас этот процесс уже начался, и он, я так понимаю, до конца августа должен быть завершен? Ну, максимально по площадному ремонту, именно по покрытию работы должны быть завершены к концу августа. То есть это вот уже будет как бы... Потому что финишной чертой к проведению ремонта является уже работа по нанесению линии дорожной разметки. Но все-таки нанести ее уже осень, когда идут дожди, и температура также начинает падать, не совсем правильно, и, возможно, проблемы с гарантией. Вот такой личный вопрос, например. Вот я живу в районе улицы Матросова. Она будет ремонтироваться в этом году? Тоже будет? Действительно, улица Александра Матросова запланирована в ремонт в текущем году. То есть этот участок от улицы Красных Коммунаров и получается практически до улицы Нагорной. То есть там это будет про... То есть полностью... Да, это вот так же в рамках национального проекта ПКАД проезжая часть будет ремонтирована на всю площадь свою. И тогда не могу тоже не задать этот вопрос. Вот ремонт дорог картами – это важно, это, ну, как бы, по сути дела, новая дорога делается. Но в этой ситуации аварийный ямочный ремонт продолжается, потому что, ну, не секрет, что есть участки, которые как бы нормальные, но там вот повреждение дороги требуется восстановление какого-то куска. Если продолжается, то где, как это делается и так далее? В рамках текучего содержания дорог подрядчиками также продолжается ремонт малыми картами. То есть в настоящее время у нас достаточно большой объем этих малых карт сделан на улице Силина. То есть улица подготовлена к ремонту. Единственное, из-за погодных условий, пока асфальт там не укладывался. Также в работе находятся, ну, другие улицы, потому что технология ямочного ремонта подзумевает собой не только возможность работы малыми картами, но и использование еще имущественной смеси, которая позволяет непосредственно на месте заполнять дефекты покрытия. Это достаточно быстро. Но все эти работы, как можно сказать, что возможны только при прогреве. Ну да. То есть вот с учетом того, что в ближайшие дни мы ожидаем, все-таки у нас потепление не вернется, заморозков не будет. Ну, выше плюс 15. Работать. Ну, кроме окружающего воздуха нужно еще, чтобы покрытие было прогревшееся. Ну да, чтобы земля прогрелась. Чтобы была огнезья с новым материалом, чтобы через месяц наша заплатка поставлена подрядчиком не вылетела, и чтобы мы не заставляли его ее переделывать. Ну да. Виктор Евгеньевич, кстати, вот объясните, как специалист, вот когда дороги ремонтируются, я заметил, у нас на многих участках появляются дорожные полицейские. Я не знаю, это вопрос к вам или не к вам, но вот тем не менее, откуда они, для чего они делаются? То есть вот что это такое? Потому что я обратил внимание, что их становится, ну, больше в городе. Да. Ну, в связи с МАЗ достаточно большим объемом ремонта, улучшением на отдельных участках покрытия проезжих частей, к сожалению, некоторые участники дорожного движения пренебрегают ограничением скорости, которая у нас в городе введена, это 60 км в час, позволяя себе разгоняться до 80, что, как таковое, не несет с собой административное ответственность, но создает угрозы как движению других транспортных, так и пешеходов. Поэтому последние три года действительно достаточно большое распространение приняло такое мероприятие, как устройство искусственных дорожных неровностей. Особенно на участках дорог, которые либо недавно произведились ремонты, либо их непосредственно находятся в ремонте. То есть в условиях, когда хорошее дорожное покрытие, интенсивный поток движения как транспортных средств, так и пешеходов, особенно если это касается нерегулируемых пешеходных переходов. То есть в данном случае, с учетом анализа дорожной транспортной ситуации, аварийности, не дай бог, которая вдруг совершилась на этих местах, совместно с ГИБДД города, департаментом транспорта, проводится анализ и принимается решение, что необходимость введения искусственных уже ограничений, причем организации искусственных дорожных неровностей. То есть разрабатывается непосредственная схема по самой искусственной неровности установки необходимых дорожных знаков, ну и согласовывается с органами госинспекции и, соответственно, направляется в департамент для реализации. То есть ежегодно мы порядка 50-60 неровностей, как минимум, мы устанавливаем. От года бывает по-разному, максимально мы до 120 доходили, это порядка 22-й год. То есть работают и ведутся постоянно. Ну то есть это вот как раз те самые лежачие полицейские, как их наружу? Да, это искусственные дорожные неровности. Да, перевозя на официальный язык, это искусственные дорожные неровности, с тем, чтобы люди, ну скажем так, ехали чуть-чуть по городу. Они заставляют, снижают скорость в районе опасных участков. То есть это чаще всего пешеходные переходы, либо перекрестки неравнозначных дорог с ограниченной видимостью. Ясно. Ну и вы знаете, вот последний вопрос, время программы постепенно подходит к концу. Вот если вернуться к озеленению, у нас в этом году появятся какие-то... Ну вот я обратил внимание, традиционно-традиционно в Самаре становится все больше и больше, знаете, вот таких необычных систем. То есть подвесные всевозможные чаши, вазы и так далее. В этом году планируется что-то подобное? Может быть, что-то новое сделаете? Ну, в этом году планируется в рамках ремонта улицы Куйбышева полностью практически заменить озеленение на ней. О, как интересно. Да, то есть в рамках ремонта подрядчики готовят непосредственно достаточно большие рыцарабатки для высадки. То есть на улице Куйбышева будут высаданы липы с комом земли. То есть это достаточно крепкие растения. Ну и кустарники кизильника специально оборонены для этой рыбатки. То есть это выделены участки по на улице Куйбышева. То есть планируем посмотреть, как это получится. То есть это должно быть красиво и дополнять саму внешний вид улицы после ремонта. То есть улица Куйбышева с точки зрения не только дорог преобразится, но и с точки зрения озеленения? Да, с точки зрения озеленения, изменений. Если кто-то обращал внимание, раньше это были рыбатки с достаточно уже старыми, разного размера, немного разной формы с решетками, то теперь это приведем к ранообразию. То есть что это было примерно одинаково с липами и с кустарником кизильником. Ну и такой вот личный совет. Где-то желательно рядом ставить видеокамеры с тем, чтобы все-таки отдельные, скажем так, несознательные граждане, ну не выкопали их. Потому что, к сожалению, вот в парке молодежном, я знаю, что выкапывали деревья. Ну есть такой факт. Ну факт того, что да, выкапывают не только деревья, но и цветы. Институт цветы. Да, ну что ж, с этим стараемся бороться, но раз выкопали, приходится подрядчику заново высаживать. Ну да. Ну и единственное, вот поэтому мне вот захотелось, чтобы хотя бы вот наша центральная улица как-то вот избежала таких инцидентов и казусов. Ну здесь, ну я считаю, здесь единственный путь, это только вот видеокамеры и наказание неотвратимое, которое должно быть. Спасибо большое за интересную и содержательную беседу, Виктор Евгеньевич. Всегда рады видеть вас в нашей студии, потому что дело, которое вы делаете, очень важное. Мы все живем в Самаре, и нам бы хотелось, чтобы город был благоустроенным, красивым, чистым, удобным для жизни. Спасибо, всегда рады. В нашей студии был заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии, руководитель управления благоустройства администрации городского круга Самара Виктор Ненашев. Берегите Самару, берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова